Всем привет! Привет, дорогие невесты! Мы продолжаем обзор по выездным регистрациям брака, и сегодня у нас одна из самых важных тем – это сценарий на выездную регистрацию брака. И прежде чем мы перейдем к тому документу, который я для вас подготовила, я бы хотела обозначить, что сценарии существуют в двух видах. Два типа сценария – это классические, традиционные, о котором мы сегодня будем говорить. Это сценарии, по которым ведется выездная регистрация брака в ЗАГСе, и современные сценарии выездной регистрации брака – это индивидуальный сценарий, некий индивидуальный текст, который пишет сценарист, режиссер свадебного дня или ведущая выездной регистрации брака. Вот об этом, пожалуйста, помните. Переходим к тому файлу, который я для вас подготовила. Он, как всегда, располагается по ссылке в описании к этому видео. Открывайте файл для того, чтобы мы могли с вами предметно работать, разговаривать и обсуждать все те материалы, которые я для вас сегодня подготовила. Сценарий на выездную регистрацию брака состоит из четырех частей. Четыре главных и основных части. Первая часть – это вступление, вступительная часть, которая также включает в себя несколько разделов. Первый – это приветствие, приветствие гостей, родных, родственников, друзей и близких. И вторая часть – это приветствие жениха и невесты. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. После мы переходим к основной части выездной регистрации брака, которая также состоит из нескольких разделов. Первый раздел, как вы видите в том файле, который я для вас подготовила, это официальная часть. И вот что хочу заметить, что именно официальная часть, также я называю эту часть речью регистратора, занимает до 60% от всей выездной регистрации брака, то есть она основная. И далее мы переходим к официальным вопросам, которые выездной регистратор задает паре. После этого подписи. С основной частью мы с вами разобрались, двигаемся дальше, и впереди у нас кульминация. Вот это самое яркое, самое торжественное, самое трогательное и, пожалуй, самое эмоциональное. Да, с трогательностью может поконкурировать и вступительная часть, когда появляется жених и невеста или невесту выводит папа. Но, пожалуй, самая эмоциональная часть – это кульминационная. И в данном случае она также состоит из нескольких разделов. Я выделила три – «Обмен кольцами», далее «Объявление мужем и женой» и «Поцелуй». Потихоньку, помаленьку мы с вами и перешли к завершающей части выездной регистрации брака, и завершается она вручением свидетельства. Также вы можете посмотреть файл, увидеть, что здесь есть поздравительная часть. Это когда выездной регистратор брака поздравляет пару, то есть своего рода напутственные слова, ну а далее уже передача слов родителям, гостям для поздравления новоиспеченной семьи. Вот такая вот простая канва у классического сценария свадебной церемонии. Именно такая структура характерна для текстов, которые мы зачастую слышим в ЗАГСе у регистраторов брака. Именно такие тексты выбирают пары, которые хотят, чтобы их выездная регистрация была похожа на официальную церемонию, на официальную роспись, как в ЗАГСе. Итак, давайте подведем небольшой итог нашей сегодняшней встречи и еще раз посмотрим на тот текст, который я для вас предложила. Для лучшего понимания я выделила основные части, их четыре, голубым и подразделы, которые включают в себя основные части, желтым. Тут не запутаться. Ну и, конечно же, это не только канва, это не только рыба, по которой вы уже в дальнейшем можете писать свой сценарий. Это полноценный сценарий, который я разделила на части и подразделы. То есть этот сценарий вы спокойно можете брать за основу своей выездной регистрации брака. Уже в следующий раз мы с вами разберем индивидуальный сценарий на выездной регистрации брака. И вы увидите колоссальные отличия этих двух сценариев друг от друга. Хотя шаблон канва, так называемая, у них будут абсолютно одинаковыми. Надеюсь, что вам пригодятся все те лайфхаки, полезные советы, которые я подготовила для вас сегодня. Приятной предсвадебной подготовки и до скорых встреч. Пока-пока!